17 тысяч нетрезвых водителей задержали на Южном Урале с начала года. По этому показателю регион занимает седьмое место в стране. Как повлиять на злостных нарушителей? Почему уголовная ответственность их не пугает? Подробнее об этом мы поговорим с начальником управления ГИБДД по Челябинской области Андреем Мурыгиной. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли статистика по количеству ДТП в этом году? Да, безусловно, за 9 месяцев текущего года основные показатели аварийности на территории Челябинской области снижены. На 12% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 36% количество погибших в ДТП, на 10% количество раненых. Из таких еще статистических моментов хотел бы отметить снижение аварийности по вине нетрезвых водителей. И на треть – снижение аварийности с участием детей и снижение количества наездов на пешеходах. Ну а если говорить о нетрезвых водителях, их стало больше или меньше? При снижении аварийности мы отмечаем большое количество водителей, которых мы выявляем за управлением транспортом в состоянии обвинения. Это более 17 тысяч. Из них почти 2 тысячи – те, кто управляли повторно и сейчас привлекаются к уголовной ответственности. Ну вот смотрите, ввели уголовную ответственность, а они боятся. Вот почему? Нет, меры работают. Просто санкция статей 264-1 предусматривает разные виды наказания. Начиная от штрафа, лишения права управления, принудительных работ и заканчивая двухлетним реальным сроком лишения свободы. Но вот если вспомнить нашумевшее ДТП со скорой, вы ранее сказали, что преследований не было. Как вы считаете, может быть стоило его догнать или каким-то другим образом остановить его? Вы знаете, здесь причина, наверное, не в этом. Причина в том, что вот с такими водителями, которые позволяют себе в нетрезвом состоянии разъезжать по городу, здесь нужно участие всего общества. Наверное, этого происшествия его не было, если кто-то этого водителя изначально остановил, не дал ему сесть за руль и так далее. Что касается работы госавтоинспекции, за тот вечер и ночь, когда это происшествие произошло, в области было задержано 68 водителей в состоянии опьянения. Поэтому, конечно, сложно обеспечить и предотвратить движение каждым водителям в состоянии опьянения. Вот у данного конкретного водителя у него штрафы были? Привлекался ранее этот водитель к административной ответственности, грубых нарушений, связанных с лишением права управления в состоянии опьянения у него не было. А за что он привлекался? Ну, я сейчас точно не могу сказать. Там статьи не грубые, связанные, по-моему, с проездным перекрестком, с непредоставлением преимущества пешеходов. Скажите, ну вот есть те, кто садится за руль под градусом уже не в первый раз. Вот как за ними-то следить? В ближайшие наши планы и совместная работа с судебными приставами. Как правило, эти люди имеют неоплаченные штрафы, по ним возбуждены исполнительные производства. И совместная работа наша будет ориентирована на арест и изъятие транспортных средств, как орудие совершения преступлений. Ага, понятно. То есть будут забирать автомобили? Так точно. Спасибо, Андрей Владимирович. Я напомню, на связи с нашей студией был начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Мурыгин. Мы говорили об аварийности на дорогах области.